Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события. В студии Светланы Кудрявцева я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Самарской области с 25 октября введут режим нерабочих дней. Об этом сообщил в своем инстаграм-аккаунте губернатор Дмитрий Азаров. Там же он опубликовал текст постановления. Неделя с 25 октября добавляется к нерабочим дням, которые объявлены в стране с 30 октября по 7 ноября. По словам губернатора, такое решение приняли после предварительного обсуждения с бизнесом и общественностью. Мера вынужденная, так как заболеваемость COVID-19 продолжает расти. Сейчас в первую очередь важно сохранить жизнь и здоровье людей. Дмитрий Азаров призвал всех провести эти дни дома и не посещать места массового скопления людей, а тем, кто не привит, пройти вакцинацию. Какие организации будут работать во время этих вынужденных каникул и в каком режиме, расскажет Михаил Ермоленко. На повестке городского оперативного штаба усиление ограничительных мер из-за COVID-19. Все сферы города уже к понедельнику вынуждены перестроить свою работу. Важно снизить количество контактов между людьми, поэтому особое внимание сферам образования, спорта, культуры, а также сферам услуг и развлечений. Представители департаментов совместно с руководителями районных администраций обсудили важные изменения, которые придется внести. Заседание оперштаба прошло под руководством главы города Елены Лапушкиной. Основная задача всех этих решений – разорвать ту цепочку, которая приводит к такому массовому заражению. Школьники с 1 по 11 классы по всей Самаре уходят на каникулы с 25 октября. Решение о том, в каком формате будет организовано обучение с 8 ноября, очно или дистанционно, будет принято на городском штабе по коронавирусу, исходя из актуальной эпидобстановки. Подобные ограничительные меры коснутся также учреждений дополнительного образования. Их на время переведут на дистанционный режим обучения. Скорректировали на двухнедельный период и работу детских садов. Детские сады продолжат свою работу в режиме дежурных групп для тех детей, родители которых вынуждены ходить на работу. При этом необходимо отметить, что предоставление места в дежурной группе в детском саду не требует от родителей предоставления каких-либо дополнительных справок. То есть необходимо просто заранее предупредить воспитателя либо заведующего о том, что с 25 числа у вас есть необходимость для посещения детского сада. Закроются с понедельника и все магазины, кроме продуктовых, а также тех, которые продают товары первой необходимости, к примеру, лекарства или запчасти. Торговые центры рынки, какие-то крупные помещения, где осуществляется торговая деятельность, имеющие площадь помещения свыше 2000 квадратных метров, пропускной режим устанавливается исключительно для людей, у которых есть QR-код о прохождении вакцинации, либо есть справка от лечебного учреждения о том, что они переболели ковидом. И, естественно, необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий личность, для того, чтобы работник, находящийся на входе, смог действительно сравнить этот QR-код с документом, удостоверяющий личность. Также с понедельника временно перестанут работать учреждения культуры, библиотеки, музеи и театры. Кроме того, приостановка работы коснется спортивных школ, фитнес-центров, кинотеатров и детских развлекательных парков в торговых центрах. Необходимые дополнительные ограничения вводят, чтобы прервать цепь заболеваемости и сохранить здоровье жителей Самары. Михаил Ермоленко, Константин Головин. События. Новое асфальтовое покрытие, парковочные карманы и спортивные площадки. Строительство детского сада на Ташкентской вышло на финишную прямую. Остались последние штрихи благоустройства прилегающей территории и внутренняя отделка помещения. Параллельно со строительством детского сада в Кировском районе идут работы по возведению дошкольного учреждения на улице Подшипниковой и 2-го корпуса общеобразовательной школы на 5-й просеке. Готовность объектов проверила глава Самары Елена Лапушкина. Тему продолжит Ольга Павлова. Всего несколько месяцев назад на месте уже отстроенного детского сада на Ташкентской велись подготовительные работы. Необходимо было учесть все пожелания жителей Кировского района. Рабочие не только возвели объект и планируют сдать его вовремя. Сейчас специалисты занимаются благоустройством прилегающей к саду территории. Меняют забор, асфальтовое покрытие, прокладывают парковочные карманы и обновляют тротуары. Полностью закончен фасад, полностью закончена кровля. Ведутся массированные отделочные работы внутри. Проговорили с подрядчиком, у него практически все материалы необходимые есть. Оборудование закуплено, торги состоялись. Поэтому тоже этот детский садик мы сдаем вовремя. Двухэтажное дошкольное учреждение примет 132 ребенка в возрасте от года до 7 лет. На первом этаже обустроят три группы для самых маленьких от года до трех. На втором разместят детей постарше. Также здесь будут находиться залы для музыкальных и физкультурных занятий, кабинеты логопеда и психолога. А для удобства маломобильных граждан уже обустроили безбарьерные зоны и лифт. Отдельно позаботились о детской и спортивной уличных площадках. Они будут оборудованы безопасным резиновым покрытием. Мы хотим единым ковром вместе с детскими площадками зайти в детские беседки. И чтобы ни зимой, ни летом не рассыхались, ни швов, ни падали, ничего не царапались. Глава добрый, поэтому постараемся это выполнить. Продолжается строительство детского сада и в Октябрьском районе города на улице Подшипниковой. Готовность объекта составляет более 70%. В дошкольном учреждении создадут три разновозрастные группы и две специализированные, предназначенные для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата и расстройством аутического спектра. Детский сад сможет принять 112 воспитанников. Мы видим динамику в этом детском саду, видим количество людей, количество техники и то, какие были договоренности с подрядчиком, они все выполняются. Детские сады на улицах Ташкентской и Подшипниковой планируют сдать в эксплуатацию в декабре этого года. Параллельно строительству дошкольных учреждений ведутся работы по возведению второго корпуса школы на пятой просеке в Октябрьском районе города. Новая школа рассчитана на 850 учащихся с 1 по 11 классы и 75 дошколят, в том числе детей ясельного возраста. Завершить строительство зданий, переменные этажности планируют в самые короткие сроки. Ольга Павлова, Василий Колдашов, Николай Епифанов. События. Все теплоисточники подключены полностью, отопление подается в дома. Как наводят красоту после масштабных перекладок, проверила также глава Самары Елена Лапушкина. Во время выездного совещания глава города, а также руководители профильных департаментов, проинспектировали, как идут работы на улицах Первомайской, Осипенко, Челюскинцев и Клинической. На большинстве объектов работы завершены, ведется благоустройство. Ведутся работы по перекладке крупного участка сети на улице Ново-Вокзальной. После переврезки с временной схемы на новую, постоянную рабочие примутся за благоустройство. Это произойдет в самые кратчайшие сроки. То, что мы сейчас видели, в принципе, здесь осталось накрыть каналы и пойдет обратная засыпка. Там, где проезды на триквартальные, там будут работать с асфальтом. Там, где газоны, естественно, чернозем. Статус исторического поселения был присвоен центру города еще в 2019 году, и с тех пор ведется непрерывная работа по реализации проекта реновации. Этот вопрос обсуждался на тематической секции градостроительного совета. Подробнее о том, какая работа уже была проведена, и о планах по сохранению исторической среды расскажет Максим Магомедов. Список ценных градоформирующих объектов может быть утвержден до конца года. Ход реализации проекта реновации «Территория исторического поселения регионального значения городского округа Самара» стал главной темой обсуждения на тематической секции градостроительного совета при губернаторе Самарской области. Историческое поселение регионального значения – это найти компромисс всегда. Очень сложный компромисс и сохранить, и дать возможность развиваться. Это очень тонкая, очень сложная задача. Формально заказать работу на стороны, которые умеют это делать, умеют правильно, как говорится, согласовать с федеральными экспертами и так далее, это можно сделать, но мы понимаем, что это будет не наша городская среда. Мы получим просто большой запрет на всю территорию. И это будет большой памятник один. Наша же задача, с учетом всех как раз мнений, очень бережно проанализировать каждый участок. Большая работа была проведена по объединенным зонам охраны объектов культурного наследия. Сейчас проект находится на государственной историко-культурной экспертизе. На сегодняшний день утверждены границы исторического поселения. Частично утвержден предмет охраны исторического поселения, рассказал исполняющий обязанности руководитель управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области Иван Стофеев. Это была цитаническая работа, которая на протяжении нескольких месяцев, опять же, ее никто не затягивал. Участниками этой рабочей группы была как и администрация города, так и структурные подразделения правительства области, общественные организации и профессиональное сообщество. Предложение учли в новом варианте проекта. В ведомстве рассчитывают, что в ближайшее время он будет одобрен федеральными экспертами и объединенная зона охраны будет утверждена. Это станет отпоровной точкой для принятия дальнейших решений, которые уже сейчас тщательно готовятся. После утверждения объединенных зон охраны объектов культурного наследия будут определены градостроительные регламенты в границах исторического поселения и внесены соответствующие изменения в генеральный план и правила землепользования и застройки города. На сегодняшний день завершена работа по формированию списка ценных градообразующих объектов. И до конца следующего года он будет направлен на утверждение. Несмотря на то, что на сегодняшний день, как уже было сказано, эта часть предмета охраны не утверждена, мы с этим работаем и считаемся, как уже совершенный вопрос и сложившийся факт. Примером тому может служить корректировка на сегодняшний день начатая городских программ по оселению и сносу аварийного жилья, которое было, к слову сказать, сформировано еще в 17-18 годах. Естественно, тогда никто не мог подозревать, какие из этих объектов станут ценным было в историко-архитекторном отношении. Подвел итоги тематической секции градостроительного совета ее руководитель. Почетный архитектор России, заслуженный архитектор Самарской области Леонид Кузеров. На сегодня подготовлено все. Есть последняя, окончательная редакция объединенной зоны охраны. Все уже сделано, согласовано, найден консенсус по всем вопросам. Два месяца назад уже последняя редакция передана сообществу экспортов, которые должны одобрить или нет. Максим Магомедов, Константин Головин. События. Эфир продолжит новости экономики. Виктория Шарая готова делиться подробностями. Виктория, вам слово. Здравствуйте, Светлана и уважаемые телезрители. Компании, производящие мясную продукцию, заявили о росте цен в ближайшее время. Когда и почему это произойдет? Производители говорят, что на такие меры их подтолкнул рост стоимости сырья, упаковки и даже моющих средств. А подорожают сосиски и колбасы уже в начале ноября. Расскажу об этом подробнее. А сейчас о ключевой ставке, которую вновь поднял Центробанк. Банк России в пятницу повысил ключевую ставку на 75 базисных пунктов до 7,5%, выбрав нестандартный шаг. Подавляющее большинство аналитиков ждало повышения ключевой ставки на 50 базисных пунктов до 7,25%, а некоторые эксперты допускали шаг в 25 пунктов с повышением до 7%. Курс доллара на 23 октября – 70 рублей 86 копеек. Евро – 82 рубля 49 копеек. Нефть марки Brent торгуется на отметке 85 долларов 8 центов за баррель. Более 10 крупнейших компаний мясопереработчиков уведомили ритейл о повышении цен на свою продукцию. Подорожание может составить от 7 до 20% с конца октября – начало ноября. Больше всего могут подорожать готовые изделия. Например, беточки на 10%, шницель куриный на 18%, тевтели и котлеты из курицы – на 10%, фарш – на 12%. Цены на солями и сосиски могут увеличиться на 10%. Больше всего могут подорожать говяжья вырезка и свиные ребрышки. Производители объясняют рост цен подорожением сырья, упаковки и моющих средств. В Минсельхозе пообещали животноводческим предприятиям дополнительные 10 миллиардов рублей субсидий на компенсацию части затрат на закупку кормов для стабилизации ситуации. Комитет Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал Нижней Палате Парламента принять в первом чтении законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда в 2022 году до 13 617 рублей в месяц. Документ был внесен правительством. В 2021 году МРОД составляет 12 792 рубля. Предполагается, что в 2022 году он вырастет на 825 рублей. Принятие законопроекта будет способствовать обеспечению повышения заработной платы почти 3 миллионов работников, отмечается в пояснительной записке к законопроекту. С 2021 года МРОД исчисляется, исходя из величины медианной заработной платы за предыдущий год. Соотношение минимального размера оплаты труда и медианной заработной платы устанавливается в размере 42%. Введение новых ограничений в Москве и других регионах из-за пандемии коронавируса приведет к сокращению объемов розничного кредитования и снижению числа одобренных суд на 3-4%, прогнозируют эксперты. Если же ограничения продлятся до конца ноября, то спрос на кредиты, а также на выдачу, рухнет на 20%. Объединенное кредитное бюро ожидает падения выдачи розничных кредитов в ноябре на 15% по сравнению с сентябрем этого года. Политика банков ужесточится, но повторения прошлой весны ждать все-таки не стоит, оценивают аналитики. Это были новости экономики. Контролируйте ваши финансы. За сутки в Самарской области зафиксировали 948 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших в регионе – 121 730. Такие данные в пятницу опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. За последние сутки выздоровели 768 человек, а всего с начала пандемии из больниц выписали 95 тысяч 5 пациентов. Делают прививки от коронавируса и коллективы самарских предприятий. В городе работают более 100 пунктов вакцинации. Ряд компаний организовали выезд медицинских бригад на территории работодателя, чтобы сотрудники могли защитить свой иммунитет без отрыва от производства. Гульфия Асафина оценила, как проводится выездная вакцинация в трамвайно-троллейбусном управлении. Как вы себя чувствуете? Нормально. Игорь Амельченко работает кондуктором троллейбуса, курсирующего по одному из самых популярных городских маршрутов номер 17 – от ЖД вокзала до 15 микрорайона. За день проходят через салон сотни пассажиров, поэтому защитить иммунитет в столь непростой эпидситуации мужчина счел верным решением. Тем более, что в рамках договора между больницами и трамвайно-троллейбусным управлением бригады медиков сами приезжают на предприятие. Сейчас такая обстановка, и вот я решил наконец привиться. Пассажиры у нас всякие ездят. Кто чихнет, кто сморкнет. Так что прививаться надо. Здоровье, прежде всего, и дороже всего. На фоне сложной эпидемиологической ситуации значительно выросло число сторонников вакцинации, в том числе среди работников ТТУ. Так, сегодня подали заявки 52 сотрудника. Перед уколом каждого прививающегося осматривает доктор. Анкетирование, измерение температуры, сатурации и давление. Исходя из анамнеза сотрудника, врач может рекомендовать облегченную вакцину. Вот сейчас я сделаю методводной пациентки, потому что у нее в анамнезе анафилактический шок на пенициллиновую группу. Спутник Лайт, который мы сейчас сделаем, однократная прививка, ей не показано. Будем рассматривать и пивокароны. Выездные вакцинации в трамвайно-троллейбусном управлении проходят дважды в неделю, начиная с весны. Так, уже более 75% сотрудников смогли защитить иммунитет без отрыва от работы. Есть и те, кто сделал антивирус повторно, спустя полгода после первого этапа. Персонал готовится к особому режиму, который стартует в регионе с 25 октября, согласно постановлению губернатора, сообщает в ТТУ. Но вместе с тем, само постановление подразумевает о том, чтобы граждане находились дома, соблюдали режим самоизоляции, и в связи с этим пользоваться транспортом надо только в случае крайней необходимости. Мы, в свою очередь, тоже наших всех сотрудников, которые будут взаимодействованы с нашими пассажирами, кондукторов, обязываем надевать и маски, и перчатки. Работники городского транспорта просят горожан провести предстоящие недели по возможности дома, а пользоваться транспортом в случае, если другого варианта нет. Это положительно повлияет на санитарно-эпидемиологическую обстановку и станет действительно эффективной мерой для минимизации рисков распространения инфекции. Гульфия Сафина, Сергей Баскин, Григорий Плешаков. События. Новости о локдауне и четвертой волне пандемии сразу же повлияли на сферу туризма. По словам туроператоров, уже на следующий день после официального утверждения ковидных каникул спрос на путевки вырос в среднем в полтора раза, а на авиабилеты на 30%. Самыми популярными туристическими направлениями у самарцев на эти дни оказались Египет, Турция, Арабские Эмираты, Армения и Азербайджан. В путешествиях по России традиционно выбирают Москву, Санкт-Петербург, Сочи и Калининград. Рост спроса подстегивает цены, отмечают туроператоры. При этом на более поздние даты, к примеру, на новогодние праздники самарцы бронировать путевки пока опасаются. На Новый год пока только есть спрос, а конкретных бронирований практически очень мало. Но и турагенты, и туристы уже научены горьким опытом с возвратами, отменами, тем более сейчас неизвестно, как дальше сложится ситуация. В Самаре продолжается режим самоизоляции для пожилых людей. В этот период на помощь к ним приходят социальные работники. Они приносят продукты и лекарства, помогают по хозяйству, если нужно, вызывают врача. Как живется старшему поколению на самоизоляции и почему важно вакцинироваться, узнаем в следующем сюжете. Валентина Круглова – пенсионерка. Она практически не выходит из дома. По хозяйству ей помогает соцработник. К вакцинации Валентина отнеслась с доверием и первую прививку сделала еще 1 апреля. Сейчас, по истечении полугода, решила пройти повторную вакцинацию. У меня знакомая тоже вакцинировалась. Мы так поговорили с ней, она тоже согласилась. У меня нет таких знакомых, которые бы не вакцинировались. В помощь и поддержку соцработник Вера Боровкова, или как любя ее называет Валентина Круглова, Верочка оказывает с начала нулевых. За 20 лет они стали для друг друга родными людьми. Сходить в магазин за продуктами и лекарствами, помочь добраться до поликлиники, приготовить еду и поддержать чистоту в квартире – это лишь часть помощи, которую обеспечивают социальные работники. С началом пандемии работы у них прибавилось. Если раньше за каждым работником было закреплено в среднем по 7 человек, то сейчас до 12. Потому что многие сидят на самоизоляции, не выходят, помогать некому. Родственники тоже реже стали с ними из ограничений социальных контактов, они реже стали посещать своих мам, пап, бабушек, дедушек. И приходится социальному работнику. Подопечные у меня тоже все практически вакцинировались. Я с ними разговаривала, разговаривала с родственниками, что надо, надо обязательно делать прививку, иначе у нас это никогда не закончится. Вакцинация – самый действенный способ обезопасить себя от коронавирусной инфекции, говорят медики. Кроме того, важно соблюдать элементарные гигиенические меры. Чаще мыть руки, носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Мария Левина, События. Мы вместе. В Самаре продолжает работу городской волонтерский штаб. В рамках Всероссийской акции волонтеры помогают маломобильным, одинокопроживающим гражданам, а также тем, кто старше 65 лет. Они обращаются по телефону «Горячие линии», получают помощь. О том, как выполняется заявка, расскажет Никита Колосов. Волонтер Всероссийской акции «Мы вместе» Виктор Токарев помогает людям уже не первый год. Со студенческих лет принимает участие в благотворительных акциях. Два раза в неделю носит продукты и лекарства маломобильным, одинокопроживающим самарцам, а также тем, кто старше 65-ти. Виктор признается, волонтерство дарит ему положительные эмоции и заряжает на трудовую деятельность. Ввиду нашей эпидемиологической обстановки нынешней, очень важно поддерживать незащищенных людей, то есть людей с ограниченными возможностями, пожилых людей. То есть помочь им в трудную минуту, по-моему, это долг каждого здравомыслящего гражданина. Закупившись в магазине, согласно списку заказчика, Виктор отнес продукты Семену Гойхману, инвалиду первой группы. Ему тяжело выходить на улицу, поэтому помощь у волонтеров просто необходима. Со своей стороны волонтеры абсолютно безупречно все продукты точно приносят. Если какие-то сомнения возникают, то они звонят по телефону, уточняют список продуктов и конкретно какие виды продуктов, и конкретно какой вес, какая фирма и так далее. Я очень благодарен вашей организации за огромную поддержку за полтора года. Все заявки от нуждающихся жителей поступают в колл-центр горячей линии волонтерского штаба администрации города по оказанию помощи пожилым и маломобильным гражданам. Он работает в рамках всероссийской акции «Мы вместе». Его создали еще весной 2020 года, когда начали действовать ограничительные меры по борьбе с коронавирусной инфекцией. Заявки передаются в районы филиалы волонтерского штаба, и уже потом адреса распределяют между добровольцами. Волонтеры принимают участие разное количество, да? Может быть, три, вот сейчас вы видите, да? Был время, когда заявок было много, у нас шесть волонтеров сидели. Ну и по городу, это, если мало заявок, это 20 волонтеров, если больше, это 50 волонтеров. Позвонить на горячую линию могут жители города старше 65 лет, одиноко проживающие, маломобильные и находящиеся на самоизоляции. Прием заявок ведется с понедельника по пятницу с 9 до 18 часов. Волонтер на деньги заявителя могут купить продукты, питание, лекарства, а также помочь оплатить онлайн услуги ЖКХ. Никита Колосов, Николай Епифанов, События. Сегодня стало известно о смерти Бориса Кожина, члена Союза журналистов и члена Союза кинематографистов России. Бывший главный редактор студии «Кинохроники» скончался на 84-м году жизни. Сотрудничать с телевидением, радио и газетами начал в 1960-е годы. Был редактором номеров киножурнала «Поволжье», автором сценариев более 40 фильмов. В последнее время Борис Александрович тяжело болел. Телеканал «Самарагис» выражает соболезнования родным и близким. На этом наш выпуск завершен. Не болейте и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова